здравствуйте добро пожаловать подкаст два брата один фильм это подказы два брата буду вспоминать детство обсуждать фильмы который мы тогда смотрели я ваш ведущий михаил и мой свой ведущий человек который ограбил деньголет мой брат денис пожалуйста поставьте нам лайки везде где можете и все оценки которые будут вам непонятно будут прописаны в описании к этому эпизоду на ю тубе подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу вконтакте сегодня мы будем обсуждать фильм под названием искусство войны 2000 года мы закрываем марафон по вести снайпсу нашу уэсли педию и посмотрим повезет ли нам в третий раз закончить марафон на хорошем фильме да вот это главная интрига этого эпизода и фильм искусство войны это фильм про агент цру как я понял да или по крайней мере какого-то отделения цру короче члены отдела невыполнимых миссий вот так вот которого подставляют на задание и он теперь вне закона ему придется провести свое расследование выяснить кто его подставил и не допустить доминирование китая на международном рынке или на рынке америки в общем я так и не понял что там происходит в политических рыночных отношениях в этой фильме но это короче шпионский боевик в смысле снайпсом которого подставляют и который пытается очистить свое доброе имя и выяснить кто его подставил денис скажи ты что помнишь про фильм искусство войны из детства что-нибудь может быть сейчас неожиданное для меня скажешь нет короче во первых да ты довольно таки неплохо справился с пересказом сюжет этого фильма потому что я надеюсь что ты скажешь я нихрена не поднял я рассказал только то что я понял и понимаешь это наверное процентов 25 от общего сюжета потому что все остальное я уже либо забыл либо уже и так и не понимал никогда так что вы как то так вот и неплохо справился для сюжета в этом фильме короче что я помню про этот фильм я сейчас скажу ровно то же самое что говорил супруги когда мы садились смотреть фильм я помню из него полторы сцены да и все это буквально полторы сцены то есть последняя разборка и один двухсекундный момент из экшн-сцены в середине фильма о я рад что мы оба его запомнили ну ты помнишь хотя бы при каких обстоятельствах мы с тобой посмотрели первый раз кажется это была кассета мы реально просто вслепую взяли фильм потому что там был вы естественно да 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 я помню что это была кассета что я этот фильм посмотрел запомнил за него полторы сцены такой подумал я мог прожить и без этого дерьмиться суши это все-таки показатель того насколько важным актером для нашего еста да было если снайп что мы могли взять фильм просто потому что он был на обложке мне кажется это чего-то стоит да к сожалению это не стоило того фильма который мы посмотрели потому что у меня как-то наверное что да не было ли не были развитые вот эти критические мускулы до чтобы как-то оценить этот фильм но он реально прошел как-то мимо меня и такой ну посмотрел его и посмотрел и самое забавное что вот почему-то до сих пор у меня никогда не было порыва его пересмотреть никогда не было порыва изучить что же это все таки было за кино и что я о нем думаю сейчас то есть я при том что он переоткрыл для себя наверное чуть ли не все фильмы которые я смотрел в детстве на кассетах в эру интернета даже самые-самые задрипанные типа там этого звездного охотника какого и разборки но искусство войны я почему-то никогда не думал о надо бы пойти пересмотреть тот фильм с которого я помню ровно три момента давай обсудим тогда что мы с тобой все-таки запомнили что у нас осталось на поверхности наших мозгов от этого фильма потому что я за себя могу сказать что я запомнил ровно три вещи во-первых это была сцена точнее такой кратенький момент где нам показывают кучу трупов в контейнере а ты запомнил нифига себе я это запомнил потому что меня это немножечко шокировало в детстве это такое знаешь вроде бы смотришь манистримный боевик и тебе тут показывает какое-то не знаю пыточное порево да во вторых я запомнил что в этом фильме у вас ли снайпс а есть напарник который его предает и в конце концов оказывается чуть ли не главным злодеем спойлеры до спойлеры и я конечно же запомнил то за что наверное этот фильм ну и стоит помнить да и естественно его такой светленький момент во всем этом болоте это что во время экшн-сцены во время погони там если снайпс он иронично показывает одному из гуннов типа пальцем вперед посмотрите почему на что ты сейчас едешь даже на что ты сейчас наткнешься и это единственное что вот мне врезалась в память больше два других момента они меня особо как-то не впечатлили но вот этот момент я такой я его помню вот с тех самых пор где первый раз этот фильм смотри и это единственный образ который меня все это время тянул к этому фильм потому что если бы не этот момент ну я вообще бы ничего не пропонял в этом фильме потому что гора трупов как бы и предатель ну что это это в каждом втором фильме может такое увидеть а вот какой снайпс так иронично показывают чуваку и смотри куда ты сейчас едешь да и что-то сейчас вмажешься в стенку это такое не везде можно увидеть и да я этот единственное еще мое яркое впечатление не с первого просмотра да но вообще о том что я впоследствии выяснил об этом фильме то что вот это предателя сыграл майкл бьен вот это было был большой шок потому что а лишь это редкая роль в этом фильме майкла бьена из вот этой вот средней части его карьеры да потому что у майкла бьена карьера делится так что вот были там вот эти вот золотые 80 до чужие и терминатор первый есть такая этот его серебряная карьера когда вот уже начиная с планеты страха да где когда он начал играть престарелых бдс а вот это вот средняя часть когда он не то ни сё вот там можно буквально роли 2-3 его вспомните но помимо искусства войны это вот еще скала и не знаю смотрел ли ты это фильм или нет но убийство в черри фолос слэшера с 90 очень очень дерьмовый крик да вот он там тоже снимался так что искусство войны вот пожалуйста еще один редкий пример роли майкла бьена да в середине его карьеры когда он еще был вот не престарелым бдс но уже не тем парнем из терминатора и он тут играет джо пантелеана да да я не знаю я очень большой кусок своей жизни думал что это все-таки джо пантелеана каким-то образом не знаю научился драться до бегать по крышам и это когда блин вот он молодец почему все время других фильмах сидит там не знаю штабе и злого босса играет но это забавно потому что в там части этого фильма майкл бен выглядит как джо пантелеана из каких-нибудь плохих парней а во второй часть он выглядит как джо пантелеана из помни только без усов да даже самая прическа да только такой потянутый чуть более такой подготовленный джо пантелеана денис тебе никогда не хотелось пересмотреть фильм искусство войны или ты еще тогда понял что это какая-то шняга который не стоит пересматривать ну мысли о том что это шняга были совершенно не оформлены потому что у некоторых фильмов был по сути какой-то непробиваемый слой брони когда начиналась всякая политическая фигня я иногда типа винил себя что я не могу насладиться этим фильм потому что тупой это мы не понимаем что творится в мире и какой контекст у этого фильма на самом деле да я типа был настолько мелким что я слушаю всю эту дребедень про экономику слияние держав и всякие соглашения я думал ну наверное взрослые тащатся от этих моментов а я типа сейчас тупой сижу и там не знаю в потолок плюю вот если бы я все это понимал фильм бы заиграл для меня новыми красками и поэтому по итогу так в детстве я вышел с просмотра разочарованным да то есть ну вот полтора момента явно не хватило для того чтобы вытащить для меня весь фильм в детстве но я как-то вот у себя в голове поставил возможно там ну взрослые наслаждаются этим фильмом сейчас у меня вот такая примерно такое отношение было еще к фильму враг государства когда детстве посмотрел с вылом смитом да у меня почему-то такие ассоциации когда я сейчас смотрел искусство и они тоже почему-то вот с этим фильмом были вызваны просто враг государства тоже тогда я помню мы взяли на прокат один раз я его смотрел с папой я помню что нифига не понимал там когда вот эти вот были разговоры всякие политические я думал ну сейчас нам попсит кайфует на и вот про искусство войны я думал так же но пересматривать его мне так же как врага государства не было вообще никакого желания о я кое-что новое выяснил на этом эпизоде что вы с папой оказывается без меня брали врага государства в прокате и посмотрели его причем знаешь как это было мы как-то один раз пошли брать кассеты себе но я увидел постер врага государства увидел там вот это слово государства и подумал блин сделок я приятно папе возьмите которая наконец-таки ему понравится приношу домой там раскладывать стандартную пачку от этих вот отстойных детских и наших типа фильмов дают вот и достает и говорю папа смотри я взял тебе фильм он так был удивлен к спасибо тебе большое давай посмотрим почему я этого не помню вы посмотрели крёбаного врага государства без меня козлы я бы хотел посмотреть врага государства там снимался мой любимый был смит еще тех времен и фильм тони скотта в общем из-за вас я посмотрел врага государства намного намного позже всего пару лет назад по моему неплохой фильм но не выдающийся слушай я хочу поправиться с нашего первого эпизода этого марафона да когда я в эпизоде по пассажиру 57 сказал что там вот вы слить басли с нами в одной сцене читает книгу искусство войны и типа на этой самой книге основан потом его фильм до искусства войны это не так я немножечко не так понял эту информацию что прочитал короче сейчас расставим все точки над и искусство войны это известный древнекитайский трактат посвященные военные стратегии и политики и он написал древнекитайский стратег и мыслитель сунь ци и в этом фильме цитируется этот трактат да а в пассажире 57 там вот персонаж он просто сидит и читает этот трактат потому что он там играет одержимого своей работой воздушного маршала да который там весь такой бдс и крутой и поэтому он видимо в качестве досуга читает там вот эти древние китайские стратегические трактаты я думал что в пассажире 57 он держал в руках книгу я просто знал про существование этого трактата древнего да я думаю что вот этот вот искусство войны который держит в руках это что-то вроде не знаю там тома клэнси да какой-нибудь на аэропортовой книжки про шпионов да 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 я думал что это вот такая фигня бульварная чтива для вот этих вот фанатов разведки и государственных переворотов но это не так и это все таки как это интуиция или как это называется ну короче совпадение интересное да что я просто сказал интуиция потому что это прям как в фильме интуиция да где там все руководится судьбой вот в общем у этого трактата и у если снайпса случилась своя интуиция да потому что они тогда разошлись на пассажирах 57 вновь встретились на искусстве войны потому что там персонаж просто читал этот трактат а здесь цитируется он вот и называется сам фильм тоже искусство войны и еще в этом фильме очень много завязано на китайской культуре и поэтому это неудивительно что еще они сюда это привязали и вообще кстати я не знаю в курсе ты или нет но этот фильм долгое время разрабатывался под джета ли именно он должен был сыграть главную роль здесь да но не срослось а он вы видимо выбрал какой-то другой проект возможно это был ромео должен умереть который мы тоже обсуждали ну слушай джет ли сюда тоже вписывается тут как бы ну терки с китаем да можно до представить чела который то не знаю под прикрытием работает рядом с другими китайцами мне кажется плюс-минус вот это вот главного героя мог бы кто угодно сыграть там какой-нибудь стоковый экшен актер да поэтому но джет ли хоть не знаю хоть кто угодно и знаешь я когда увидел имя режиссера это фильмы это куда я знаю кто этот чел а именно крестьян другие я когда его увидел в кредитах и потом блин а вы с мишей сказали что он снял еще и другой фильм то есть но по сути этот парень же вас проскакивал уже подкасте я забыл что это именно он был поэтому я вот только сейчас нарисовать что такое откуда я знаю крестьян другие 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 и тут выясняется что оказывается именно он снял экстремалов до которые мы обсуждали сто лет назад когда только начинали под я не смог вспомнить говорили мы на экстремалов хоть что-то про искусство войны или нет я боюсь переслушивать наши эпизоды тех времен поэтому я не проверял наверное сказали да наверное сказали я не удивлюсь если мы там даже упомянули тот факт что там вот в этом фильме если снайпс типа иронично показывают чуваку куда там надо впилить спорим ты не пройдешь проверять потому что то ли не пройдет я боюсь это артефакты древних да 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 в общем да кристиан друге я тебя поздравляю ты присоединился вот на полочке вот этих вот режиссеров дачи и фильмы несколько раз попадали в наш подкаст я даже не знаю кто еще на этой полке роберт земекис же да у нас там сходу больше никого не припомнил но точно там есть несколько таких товарищей стюард гордона может быть но он написал дорогая идея уменьшила детей да не снял его но мы все равно вы обсуждали несколько раз знаешь я всю жизнь считал искусство войны фильмом таким знаешь на грани видео кино да то есть ну вот практически вот то что в кино не пускалась ну да впоследствии то оказалось что у этого фильма бюджет 60 миллионов долларов и у него получается был широкий прокат да 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 по моему за эти деньги матрицу сняли первых причем на год раньше то есть тут не прокате да что как бы из разных поколений фильм а да эти фильмы они очень очень близко выпустились друг другу если что у матрицы бюджет 63 миллиона долларов а видимо эти три миллиона долларов понимаешь они были ключевыми производства короче просто добавляешь 3 ляма давайте фильм из искусства войны сразу матрица превращает да это ж так и делается так ли все легко да не нужны там не талант не хороший сценарий неправильные люди за к просто смотри мне кажется матрицы что сделала правильно она вместо того чтобы заставлять маккел бина играть этого джо пантеляно они наняли настоящий же пантеля он обошелся в 3 миллиона дороже да но зато он не был клоном с дешевым домом был настоящим джо пантеляно ох она не знаю возможно это чувствуется не в качестве фильма но хотя бы в его масштабе да потому что все-таки оценил что тут как такой широкоформатная съемка все-таки была и возможно не в там качестве того как это все было снято да но хотя бы не знаю в самом продакшен аварию чувствуются эти 60 миллионов я для себя с удивлением это именно переоткрыл на этом просмотре потому что ощущения были примерно как твои в детстве этот фильм как-то к нам залетел вот по таймингу с рядом других фильмов которые по сути выступали для меня источником разочарования в моих экшен кумирах то есть у нас начали появляться в тот момент всякие фильмы категории с ван дамом да вроде не знаю двойника и как он там называл не не еще лучше под откос под откос да точнее где была офигенная съемка с двух камер в одном кадре то есть там две драки одновременно происходит на сплит-скрине да короче вот залетали эти фильмы я уже начинал понимать как-то в фоне что окей все мои вот эти бдсные мужики они сейчас там не знаю снимается в каком-то непотребстве да и тут еще искусство войны туда залетает я смотрю на blade и просто ну вообще в странном окружении антуражей и я понимаю что ну ладно пришло их время да нужно научиться их отпускать но сейчас я посмотрел этот фильм и чисто сейчас говорю про там не знаю как ты сказал да про production value до формат съемки пока что речь про это я немножечко для себя приподнял этот фильм из детских воспоминаний потому что тут есть ну довольно прикольно снятый с точки зрения операторской работы моменты на не весь фильм просто смотришь такой блин этот кадр довольно богато выглядит да там очень детализированно не знаю не поленились прикольный такой атмосферный дождь замутить в одной погоне которая работает на атмосферу я прям такую не знаю флешбеки 7 начали появляться да там вот это вот сцена открывающая да которая происходит на каком-то китайском параде или что-то такое китайском приеме она опять же очень-очень насыщенная всякими деталями там все везде летает очень-очень широкий зал такой где они снимают все поэтому в плане production value у меня к этому фильму вопросов нет к самой съемки есть и мы об этом еще поговорим кстати я об этом думал на днях что мы с тобой не все-таки немножечко представители разных поколений в том плане что вот знаешь у тебя был перевод разочарования во всех крутых парнях до которые ты смотрел в детстве а я когда до них добрался для меня они уже были неудачниками и то есть когда ты разочаровался в ван даме там сигали да и чаки норрисе я уже тогда понимал что эти чуваки снимаются в одном трешаке типа они уже для меня оказались такими лохами я больше смотрел на боевики 90-х той же по типу той же матрицы там всяких без лица воздушной тюрьмы и скорости так что да я вот этих вот неудержимых до будущих я особо никогда не уважал но помимо самых топовых а там арнольду швастнаггер и сильвестр сталлоне даже стал он и в меньшей степени да если что искусство войны она провалилась вот шок большой да но к нему все равно сняли два видео сиквела и если снайпс даже появился в первом из этих двух видео сиквела вот блин для меня кстати было удивлением просто в подготовке к этому выпуск что я смотрю окей видео сиклок такого рода фильмом появился ним не удивительно да но я смотрю там просто здоровенный если снайпс на постере стоит такой я своим глазам не верю просто что они вернули его но 2008 год да это вот всего за пару лет до того как с снайпсом произойдет не очень очень приятные вещи так что не удивительно что он тогда уже уже брался за такие проекты сомнительного качества очень очень печально конечно но хотя бы в 3 не снялся который вышел через год после второй части хоть на этом спасибо слушай но тогда давай перейдем к обсуждению непосредственно самого фильма и поговорим повезло ли нам конечно же на третьем марафоне завершить его на достойном фильме и наверное уже по всему тому что мы сказали можно сделать вывод что черт подери конечно же не повезло и почему-то всегда не везет всегда вот так хорошо идем да и под конец какая-то подлянка первый раз было шесть фильмов и последний из них был плохой во второй раз четыре фильма последний из них посредственный и сейчас опять четыре фильма и первый это нас удивил да мы тоже не знали чего от него ожидать и я думал что нет что с искусства войны что он как бы история повторится которая случилась пассажирами что меняют фильм тоже удивит и черт подери этого не произошло и искусство войны это дико уныло и кино я еле его досмотрел она безумно растянут не заслуживает своего хронометража к сожалению очень очень посредственное очень блекло и серое кино слушай у меня такой вопрос как думаешь вот показатель того что мы с тобой вот каждый марафон заканчиваем на посредственном фильме да это в какой-то степени отображает пути вот тех актеров которые мы обсуждаем я не знаю по сути уэсси снайпс это чё у него искусство войны стоит не прям до на каком-то закате его карьеры да да вот если по таймингу смотреть как бы оси снайпса потом еще был фильм который ты должен был все-таки запихнуть в этот марафон но не стал по очевидным причинам бруклинские полицейские говорить что вот нам не повезло в этот раз я думаю блин начало но это ты ставишь на в календарь все эти фильмы ты мог немножечко свести все это в какой-то фановый выпуск да и поставить у чертова блэйда троица понимаешь блэйд троица это плохой фильм которыми даже не любопытно как бы переоткрывает вот искусство войны это плохой фильм который мне было все-таки любопытно переоткрыть но это я просто знаю что меня там ждет и я не хочу себя подвергать этому да и просто интересно что получилось что мы сейчас обсуждаем этого фильм он последний у нас до марафоне но блэйд 2 был через два года после него да да то есть если снайпс еще барахтался по сути он еще мог вот завернуть в такой фильм да и по старой памяти подумать я сейчас затащу на себе совершенно новую франшизу шпионскую это типа вау круто да вот буду бдсом который там не знаю крутит государствами на пальцы но потом понимает что окей что-то не взлетело у меня через блэйд поэтому тут не совсем справедливо что это прям отражает путь героев разрезе наших фильмов да да но это все-таки матчится хоть как-то с путем который по итогу вас и снайпс и есть то есть потому что он так и для меня там в нулевые да из франчайза блэйд он так не вылез никуда но просто если посмотреть на фильмографию снайпса то становится понятно что он много снимался в те времена мы даже с тобой вот про блэйда 2 говорили что он в тот год снимался в трех фильмах одновременно да и даже не везде смог присутствует лично фишка в том что большинство из этих фильмов не сработали то есть вот если посмотреть на его карьеру после первого блэйда ну там реально два не стыдных фильма это служители закона который сиквел беглеца и блэйд 2 все остальное этого всего много и все она от ужасного до посредственного максимум так что и блэйд 2 это скорее аномалия в том периоде его карьеры потому что вот этот вот период это его спад карьеры к сожалению и причем там просто то что ты замутил этот марафон он для меня подсветил я как бы не особо шарил его карьере до этого марафона мне настолько как ты я там не люблю копаться в каких-то некоторых старых фильмах просто при подготовке в каком-то лайтовом ресерче к нашему марафону я просто увидел насколько если снайпс там не знаю гремел да зарабатывал просто десятка миллионов долларов на сути ну в 90-х когда у меня просто хит за хитом причем они были такие месячковые но все-таки у него гонорары росли они позволили ему по сути уже в 97 году получать десятимиллионные гонорары на этот дорогого стоит на самом деле вот этот весь кусок для меня просто был не за покрыт таким туманом войны я просто знал один фильм из этого куска и причем он судя по всему я не знаю мне так до сих пор не смотрел типа белые не умеют прыгать о хороший фильм хороший окей я только его помню из того куска причем я помню как фильм который я так и не смотрел это один из тех фильмов которые все-таки выбили снайпса в звезды класса а потому что это был очень очень популярный фильм свое время так что к сожалению этот показатель того что вот если снайпс себе по-моему выбил вот эту вот нишу экшен героя да и вот пожалуйста что случилось с жанром экшеном в начале нулевых по карьере вести снайпс это очень хорошо видно ну ладно давай обо всем по порядку как тебе фильм искусство войны может быть и со мной не согласишься да тебе наверно понравился в отличие от меня это будет подкаст который будет построен на двух противостоящих друг другу мнениях да чувак да вообще я обожаю этот фильм настолько что я посмотрел его в этот раз комментариями режиссера и продюсера я сейчас буду закидывать вас фактами которые миша придется вырезать короче нифига этого не случилось к сожалению или к счастью я просто уже люто ненавижу этот фильм я его относительно давно посмотрел блин я началось с того что я очень с большим скепсисом и подозрением отнесся к редмитражиту фильма да я так смотрю блин два часа сомнительного удовольствия я верил я верил что там будет что-то неплохое да я учитываю что вот я верил но мое доверие к этому фильму было где-то процентов на 25-30 на 70 процентов я был уверен что это останется той же шляпой что я было в детстве два часа и моё чуваки вы же это как раз таки тот кусок времени когда вы умели снимать и могли это все запихнуть 90 минут пожалуйста избавьте меня еще дополнительных 30 минут и я еле-еле выяснил этот фильм супруга у меня ливнула с последних 15 минут я и потом пересказывал чем там закончился это же были золотые минуты майкла вена в эту именно да то есть и она потом вернулась я сказал ну короче давай я тебе расскажу покажу там кратенько чего произошло потому что это одна из тех сцен которые я с детства запомнил вот и я не знаю каким-то образом я в первые 15 минут понял что этот фильм из себя представляет я уже сидел с полнейшим покерфейсом съезжал в кресле не ждал когда же все закончится я пытался реально пытался воспринимать серьезно сюжет все это дело следить но через 15 я просто сдался и отпустил все я перестал следить за тем что происходит я смотрел набор каких-то картинок и все вот это весь мой экспириес я давным-давно такого не испытывал это вот ты на сцене где там вы снять ползает по небоскребу и там вокруг зеленый фон да и отыкровенный это понял что тебя ждет полнейший шляп нет короче там я понял что в фильме все очень плохо со спецэффектами и зеленым скрином да но потом кажется там на рубеже 10-15 минут прозвучал первый диалог про вот эту всю эту политическую хрена тень которые несут на протяжении всего фильма я реально пытался уже сейчас знаешь взрослым своим зрелым мозгом все это воспринять и увидеть в этом хорошие диалоги и хорошую типа историю с политическими дрязгами и всем этим делом этого ничего и опять не увидела понял нет в этот раз я не могу списать это все на недоразвистость своего мозга я буду списывать это на недоразвистость мозга типа двух сценаристов и короче я понял что все теперь я точно могу отпустить все что происходит в этом фильме почти сюжет и наблюдать просто за сменой картинок все два часа наблюдать за сменой картинок это звучит как пытка вот реально как будто бы ты мертв не задумывайся ни на чем просто жри попкорн да отключил чем мы вдвоем смотрели у супруги тоже кряхтели шестеретки в голове я прям смотрю на ее лицо как она пытается это все воспринимать и у нее из-за того что это первый раз она как бы опять так же как я в детстве на свой счет начала воспринимать и он задал мне в один вопрос типа один момент 10 я тупая или что тут происходит это хороший вопрос и мы с тобой попробуем разобраться в том что все-таки произошло но слушай во первых что я хотел сказать я забыл чтобы если снайс в этом фильме играет и ты на ханта да и вообще весь этот фильм это такая калька с миссии невыполнима особенно первой части да потому что тут тоже шпион у него миссия летит к чертям и он оказывается в бегах и даже похоже на такого раннего борна да потому что тоже чувак в бегах от правительства у него тоже есть типа злой босс женщина до которые приезжать его к ногтю но ты смотришь на то как выполнена этот фильм как выполнена идентификация борна который вышла пару лет спустя да и вот эти разница в подхода да вот этот гиперреализм и не знаю жанровость и искусство войны это конечно смешно выглядит и я вот в детстве это вообще не считал то есть вот ты хотя бы видимо запомнила что были какие-то терки с властью да с правительством какие-то шпионские вещи я подумал что все закручено на махи и я вот все годы с просмотре этого фильма это прошло наверное лет двадцать я всегда думал что если снайпс разбирается с китайской мафии а вы доказываете шпионские игры для меня это сейчас был большой шок потому что такое смотри о а видимо такой фильм меня ждет то что я то ждал что это будет какой-то там коррупционер да с чо юнфатом а это оказывается там цру фбр и все эти вещи это для меня это было большое удивление который к сожалению продлилось недолго да потому что особенно в этом фильме смотреть было дальше не на что и в этом фильме конечно же все кричит о том времени когда он вышел да потому что этот фильм он вышел после матрицы через год матрицы фильм который закрыл 90 но опять же до идентификации борна да когда боевики стали клонить в реализм и стали восприниматься как-то более серьезно массовой публикой и создательными и у нас вот получается что искусство войны такая непонятная смесь боевика 90-х и шпионского политического триллера да очень очень душного и непонятного и большая проблема самой глобальной в том что все-таки оба эти жанра они в этом фильме выстреливают в холостую но просто ты блин тут на бумаге у тебя по сути боевик 90-х который выбирает себя все лучше из этого жанра да и мы еще шагнем на территорию там миссии невыполнимо и вот эти вот все интриги замутим офигенные которые просто из будут экшен по сути выжимать из диалоговых сцен и мы нанимаем чела который экстремалов снимает дюгей но фишка в том что они даже не на сторону миссии невыполнимо зашли потому что в миссии невыполнимо кстати политики как таковой и жене кстати да они всегда строят на саспенсе и на крутых и закрученных сложных сетписах где том курс пытается свернуть себе шею и плюс там обычно бывает то есть там какой-то главгад да который хочет взорвать что-то захватить что-то распространить вирус какой-нибудь такое там нету двух президентов которые срутся за торговую какую-то коалицию вот именно там всегда есть какой-то агент который пошел в рог да и начал творить свою дичь и это ну ханту придется ним разобраться опять же вот как выполнены шпионские сетписы в миссии невыполнимо далее там том курс пытается там свернуть себе шею вися с потолка или там перепрыгивать с мотоцикла на мотоцикл и как тут выполнена вот это вот шпионская тема мы уже сказали про отвратительный green screen of первые якобы экшен сцене я вот она это смотрел думал реально господи в миссии не вполне первое по сравнению с этим фильмом вышла по-моему за четыре года до нее вот-вот выйдет вторая миссия и вот серьезно в 2000 году бы так это снимаете будь ты проклят другие чтоб тебя чертит реально там ладно короче но типа экшен-сцена им нужно запустить человека с небоскреба но поленились они пойти реально и прыгнуть с парашютом с небоскреба но там сразу после этого идет спокойная сцена где два персонажа едут в машине по городу и них у каждого green screen на фоне это просто лень мне кажется такой green screen еще просто который лезет тебе сразу в глаза и говорит челы смотрите вот зрители мы там плюем вам в лицо говорят то что мы даже поленились проехать по улице или там не знаю нормально все это снять но бюджет чувствуется может сказали до площадки дорогие но снято все коряво потому что вот эта драка вначале она происходит на такой очень насыщенный съемочные площадки я там всякие конфетти падают и все такое но как это драка поставленная как она снята но это из рук вам плохо все выиграет вообще не впечатлеет там прикольно было задумка я такой сразу подумал что это из-за того что это было в начале фильме еще были какие-то надежды вот там же по сути даже не конфетти вот эти блестки мелкие летят сверху на всех да и так такую классную сцену можно было замутить что при каждом ударе типа слой этих блесток слетает с человека дальше вот какой чеки чана пыль до разлетается для эффекта здесь можно было просто уже у тебя нарративно все объяснено почему тут все в блестках это могло добавить так много зрелищности этой драки нифига этого не произошло блин у меня вот на этой сцене было ощущение что я снова смотрю серого человека потому что там если что первый экшен сцена тоже фильм открывает тем что там райан гостлинг мочится с какими-то гунами в китайской обстановке и атмосфере и короче искусство войны это серый человек своего времени мне кажется единственное мне кажется что в этом фильме в плане экшена даже не хорошо выполнено но хотя бы так немножечко любопытно смотрится это финальная схватка возле снайпс и майкла бьена потому что я там увидел такую наш раннюю гонкату ранее но все еще все еще фигово снятую но какой-то поток в эту сторону точно был они явно посмотрели только что матрицу и там были чуваки которые прыгали друг на другу в замедленном действии стреляли они такие надо сделать что-то такое только хуже да только никак не объяснить это до этого никак не сытопить эту штуку у нас просто есть два человека при внезапно в конце фильма научились уворачиваться от пуль в очень тесном коридоре из-за этого это все смотрится немножко комично то есть в детстве ну вот это та сцена как раз таки которая в детстве мне немножечко оправдал весь просмотр на самом конце я увидел летающие пули и типа вот эти разлетающиеся волны воздуха за ними да да я подумал ну окей типа что-то прикольное было если там меня спросят как те фильмы скажу ну там есть прикольный пострелушку в коридоре да но сейчас когда я запустил этот фильм у меня вот началась в голове проигрываться эта сцена и подумал какого черта они просто не застрелили друг друга это как этот фильм справиться и как он мне покажет эту сцену так чтобы у меня не было этого вопроса чтобы я не задавался логическим какими-то вопросами и никак они просто реально там это очень комично выглядит по итогу там бегать два мужика кричат друг на друга и не могут попасть просто они двигаются не сверх быстро это все очень странно выглядит и у меня еще очень странные флешбеки появились потому что в этой сцене майкл бьен очень смешно кричит там типа есть музыка на фоне эффекты выстрелов и у меня показалось что если вот эти две дорожки убрать майкл бьен будет очень смешно кричать это будет похоже на тот трейлер этого с том крузом когда они вылили его без других дорожек и он в самолете выворачивался и кричал очень смешно это владеет счет это же мумия была да это был трейлер мумии которые слили с не замиксованной дорожкой и там остались только голоса и это смотрится очень комично что там нет эффектов никаких только том круз кричащий в падающем самолете в этом 3 я тебе говорю короче если прослушать крики майкла бьена и вот в голове потушить все остальное что происходит ровно то же самое очень смешно орет денис я не знаю чем ты смотрел эту сцену но если что они уворачиваются друг от друга тем что они падают на пол прижимается к стенке и ногами короче вот так вот и самих себя пытаются оттолкнуть по полу от этих пуль что они стреляют друг другу всегда так делаю когда нужно вернуться от пуль да 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 короче это такая попытка раннего джона вы к ну очень очень корявую и опять же решение вот это вот что там пули якобы как в буллет тайме видны да это очень очень выбиваясь из всего фильма потому что это есть на такое художественное решение до ровно в принципе в приземленном фильме причем они это сняли так что у тебя вот в одном кадре да грубо говоря да есть человек который толкает себя ногами по полу в одной скорости не в слома нифига и ровно с такой же скоростью по сути пулька вылетает они дерутся с какими-то нереалистичными физическими законами ты смотришь типа если у тебя пуля летит то у тебя все остальное должно быть замедлено но нет они забили на эту штуку у него типа там и барахтается вести снайп с майклом бьеном и пули очень медленно по коридору разлетают как думаешь на самом деле возможно это просто намек на то что оба и майкл бьен и вести снайпс хреновые стрелки в этом фильме либо на этот намек это знаешь как в голым пистолете да там есть эта шутка когда там два чувака там показать что один стреляет другого и там шот реверс шат а потом показывает общий они там сидят на расстоянии одного метра и стреляет из за бака друг на друг мне кажется то же самое то такое выполнено с серьезным лицом там еще блин тот момент когда они выстреливают по первому магазину каждого они наш вот этот вот кадр когда они решат перезаряжаться как на честном поединке два сумурая спина к спине садятся начинать перекидываться бдс фразами и сижу там блин зачем вы пытаетесь мне это продать это не работает ребята это выглядит просто жалко ты не проникся вот тем что они два таких достойных соперника и они хотят равной схватки честного боя нет не почему не проникся я не понимаю тебе вниз я не знаю потому что вообще ничего в этой сцене не работает я бы на месте там снайпса или бьена когда там один перезаряжался там повернулся бы ему пендаль отдал под затылок и выиграл бы схватку лошары причем стенд начинается до чего что майкл генн говорит кажется блин перебрать он говорит типа по дворовым правилам будем сражаться что во дворе бы тебя реально огрели по затылку надо было там сказать в конце драки вася снайпсу знаешь в чем закон дворовых драк дворы всегда выигрывали ли но и тут кстати фильм без классной фразы в конце да без фразы типа там ублюдки пытаются катиться на коньках вверх послан ты об этом да в эти снайпсу ничего такого не сказал о мы об этом еще поговорим но знаешь вот если один компонент экшена выполнен хреново да то может быть этот фильм искупает себя там в жанре политического триллера шпионского но нет конечно же потому что мы уже это проговорили потому что этот фильм знаешь у меня вот такое ощущение было от всего вот это вот политического сюжета который творится в этом фильме это что этот фильм он очень очень тупой но одновременно он очень-очень серьезный и вот этого столкновение того что он всю вот эту вот бредятину провод отношения рыночные между америка и китаем 2000 году что они пытаются это преподнести под таким серьезным соусом это было одновременно смешно и одновременно скучно. Потому что смотреть это два часа, это было реально унылое, это была пытка. Но вот сейчас оглядываясь и вспоминая это, это реально смешно, что они думали, что они что-то там серьёзное говорят. Потому что они напихали столько всего вот в этом фильме, потому что он реально на 60% больше политический триллер, чем боевик. И они явно ставили на то, что тут происходит нечто изысканное, да, что-то утончённое для взрослого зрителя. И тот факт, что ты смотришь на это сейчас, я такой понимаю, что это абсолютная ахинея, они там несут. И опять же, под этим серьёзным соусом, но это такое странное сочетание, это реально, я даже, не знаю, возможно, кому-то порекомендую это посмотреть, чтобы просто самим поржать. Потому что я сейчас об этом думаю, и у меня, конечно, такие вопросы возникают. Я даже не знаю, как это всё могло родиться таким образом. Причём сама какая-то вот эта кор-история, да, про то, что, ну, по сути, Китай хочет пустить американские компании на свой рынок. Да. Она неплохая, на самом деле. Вот просто одно это предложение. К сожалению, фильм не смог обойтись только этим. Он замешал сюда триады, он замешал сюда какого-то агента ООН, который, на самом деле, всё это время хейтил китайцев и, типа, на бэкграунде подстраивал так, чтобы китайское господство не распространилось на весь мир. Тут есть Кири Хирюки Тагава, который хочет пустить американцев на свою землю, не хочет пустить, убивает своего наставника. На самом деле он поддерживает его планы. Здесь есть эта переводчица, у которой убили, не убили, я так и не понял, блин, подругу. Ну, вот этот вот элемент того, что если снайпс там с какой-то девчонкой, да, её спасает от людей, которые считают её лишним свидетелем, это настолько элемент 90-го боевика. Но он, опять же, вот в этом вот сюжете про политику, который, ну, не имеет никакого смысла и выполнен плохо. Потом эти самые мёртвые беженцы, они по итогу никакую роль не сыграли в фильме, только вот сшокировали тебя в детстве, да? Да. И всё. Слушай, Кири Хирюка Тагава, наш Шан Цун, да, и Джеймс Хонг, они абсолютно слиты в этом фильме. Я был рад, когда я увидел их в касте, и такой подумал, о, Кири Хирюка Тагава, в этом фильме, я забыл, он отожжёт, наверное, да, как он отжёг в разборках в маленьком Токио, да, так это им назывался. И нет, нифига, он тут вообще, он тут появляется, наверное, в трёх сценах, и в одной из этих трёх сцен его убивают. Как и Джеймса Хонга, который убивает в самом начале. Ну и, блин, японец, играющий китайца. Ой, слушай, даже не начинай. Слушай, а вот эта тема того, что Китай, у него поднимается экономика, и, возможно, скоро он станет доминирующей экономической единицей на мировом масштабе. Это что-то, уже можно было так считывать ещё в 2000 году, когда этот фильм снимали и писали. Ну, мне кажется, да. Это сейчас-то исполнилось, да. Я поэтому и говорю, что одно вот это предложение, да, про сферы влияния, и там какая из экономик, по сути, проникает в другую, вот только вот один этот концепт звучит плюс-минус нормально. И он, скорее всего, был просто актуален в то время. И там главная злодейка, она хочет нарушить доминацию Китая на международном рынке, чтобы американский фильм не надо было делать заточенный под китайский рынок. Она боится Алиэкспресса, да. Да, да, да. Не, это профуканная возможность, опять же, вот распутать весь клубок этого сюжета, да, потому что тут явно много всего намешано. Но у меня вообще нет никакого желания этим заниматься, потому что, опять же, там вот эти слои сюжета, они явно связаны друг с другом белыми нитками, и поэтому, я не знаю, это всё такая скокотища, я даже не хочу... Иногда просто появляются такие сюжетные вещи, которые из ниоткуда и ни к чему не приводят. Нам в один момент начали говорить об американском президенте, которого хотят пригнать для заключения договора. Все из этого сделали большое дело, что у президента сейчас под ключем, но, во-первых, его не показали, он никуда не приехал, и его появление вот в сюжете ни к чему не привело. Знаешь, я на самом деле не виню себя за то, что я подумал, что этот фильм завязан на самом деле на мафии, а не на шпионах в детстве, потому что тут даже вот китайские спецслужбы именно так и выставлены, да, как китайская мафия. У них там татуировки какие-то на запястьях, они ведут себя как мафиозные головорезы. Ничего удивительного. И вот этот вот странный диссонанс того, что тут на одном уровне происходит такой уличный боевик из 90-х, но есть вот эта вот вся мешанина политическая, она создает определенный диссонанс. И неудивительно, что у меня в детстве именно так и запомнилось все это. Я просто не могу понять, почему они не могли просто снять фильм про агента ЦРУ в бегах, да, которого подставляют, и который должен себя оправдать. Это же старая добрая выявленная схема, но нет, им надо было вот накидать вот этой вот, 60% вот этой вот политической, шпионской шняги, которая просто этот фильм потопила в моих глазах. Потому что если, опять же, этот фильм сократить до, там, часа 15 и оставить просто фильм про Уэсли Снайпса, который бегает от бандитов и спецслужб, да, пытаясь себя оправдать, и в конце концов дерется со своим бывшим напарником, это был бы не хороший фильм, но он был бы хотя бы средний, да. Он бы меня не оскорблял. Но вот этот вот политический триллер, он просто этот фильм на дно океана вытягивает. Это невозможно смотреть становится. Знаешь, моё самое, наверное, такое яркое впечатление со всего просмотра сейчас, ну, помимо тех моментов, которые я тепло вспомнил, да, это концовка, потому что когда там они выходят и устраивают Уэсли Снайпсу показательную казнь, и они внезапно его посреди улицы просто со всех стволов захерачивают. Я думаю, что произошло, они реально сейчас замочили главного героя, но он же в сиквеле должен быть, нет? Ну, оказалось, что они якобы устроили ему фальшивое убийство, да, чтобы он смог уйти на пенсию во Франции. Но неужели им надо было устраивать прям такую показательную казнь, чтобы его замочили прям посреди белого дня на улице городской? На самом деле, да. Да. Они даже это немного объяснили, потому что, по сути, они, если бы сказали, что Уэсли Снайпс не виновен, они бы этим сказали, что в ООН есть силы, которые против Китая настроены, и они бы этим сорвали тот самый договор. А-а-а. И им нужно было, чтобы Уэсли Снайпс остался виновным, и поэтому они бы просто грохнули. Они сделали из него козла отпущение, но на самом деле отправили его в отпуск. Так. Ты молодец. Ты хоть что-то понял в этом сюжете, потому что я вообще не понимал, до последнего шага это произошло. Я тебе не виню. Возможно, я сейчас сам это придумал. Может быть, ты лучший сценарист, чем сценарист этого фильма. Может быть, я написал для них эту штуку. Ну и в концовке я вообще не выкупил эту любовную линию между Уэсли Снайпсом и этой Китаянкой. Я не понял, когда это успело произойти. Когда он заставил её раздеться, что ли, в машине. Только хотел сказать, прям снял у меня с языка. Когда он заставил её раздеться, причём незаслуженно. Мечта любой женщины, да, чтобы заставил раздеться Уэсли Снайпса и ехать в машине. Потому что у них там не лето, да. И, скорее всего, было очень холодно в этой машине. Слушай, Уэсли Снайпс, к сожалению, в этом фильме тоже скучает, мне так показалось. Вообще не выдающийся перформанс ни в коем случае. Тут есть, блин, момент, короче, когда они с ней заезжают в тоннель на тачке. Да. И он, типа, такой сидит, откидывает голову, закрывает глаза и просто сидит, чилит. Да. И у него лицо такое, блин, как я устал от этого фильма. Я так устал от этого фильма, да. И я такой сижу и думаю, блин, я, кажется, тут вижу впервые не вот этого героя шоу, да. Да. А Уэсли Снайпс просто сел такой, понял, в каком проекте он оказался, какими людьми он оказался окружён. Он такой, это не Блэйд. Что я делаю со своей жизнью? Да. Кристиан Дюгей не умеет показать боевое мастерство Снайпса, не умеет показать его выгодно, как умели Стивен Норрингтон и Гильермо Дель Торо, и Чел, который снимал «Пассажиров 57». Я не понял, что за персонажей играет Вэсли Снайпс. Обыкновенный такой стоковый персонаж Снайпса, какой-то агент, какой-то там экшн-герой, вообще ничего примечательного. Единственное, парочка светлых моментов промелькнули буквально там на пару секунд. Опять же, это когда он показывает пальцем чуваку во время погони, да. Это, не знаю, для меня это в какой-то степени оправдало весь просмотр, потому что такое «А, ага, вот оно!» Я закрыл для себя этот гешталь, а вспомнил, в каком контексте всё это происходило. Это был раз. И второй такой светлый момент, который мне понравился, когда Вэсли Снайпс изображает Эдди Мерфи на секунду в этом фильме. Это был для меня прям шок, да, что такое примекнуло здесь, потому что я такой думал, «О, он будет ещё отжигать в этом фильме», но нет, это произошло в самом начале и больше этого не было. Да, это было смешно. Ну, он там, подходит к нему какие-то телохранители, да, какие-то охранники, начинают к нему докапываться и спрашивают, ты кто такой, что ты вообще делаешь? Он говорит, я Эдди Мерфи, хе-хе-хе-хе. Начинает им отвешивать, да. Забавно, потому что Вэсли Снайпс в будущем будет сниматься с Эдди Мерфи в одном фильме, даже в двух, и они вообще давние дружбаны. Слушай, вот я помню, ты в эпизоде по «Пассажиру 57» высказывался по поводу гардероба Вэсли Снайпса в том фильме. Ты ничего не хочешь сказать по поводу гардероба Вэсли Снайпса в «Искусстве войны», потому что вот там есть сцена, где, я не знаю, как это ещё описать, но Вэсли Снайпс там ходит в шапке повара какой-то. Я подумал, какого хрена происходит, почему он так одет? Это как-то объяснят, и это появилось на одну сцену, и больше этого не было. Кажется, это было одно из его прикрытий. Но почему он такое странное? Ну, которое не объяснили никак. У этого не было смысла в рамках сюжета этого фильма. Нам просто нужно было показать, что это, смотри, шпион, и иногда ему нужно одеваться странно. Он там ещё в такой бороде накладной. Да! Шапки повара. Я такой, как это объяснят? Это что-нибудь как-то в сюжетах описывается? Ну, он типа под какого-то арабского чувака там косил. Исламского, скорее всего, какого-то дипломата. Окей, я просто не знаю, это даже было не похоже на вот эти традиционные исламские одеяния. Это просто была какая-то шапка повара реально. Оно просто реально. Там, по сути, не было сцены, которая подводила к тому, чтобы нам застапить всё это дело. Не было причины ему так одеваться. Но он решил одеться. Ну, это было бы так забавно, если бы он такой выходит в этом наряде, и его начальница такая, какого хрен ты так вырядилась? И он такой, я шпион, детка. Они даже до этого не додумывались. Я пришёл сюда съесть банан. Да, позже. Да, у меня была мигрень, я пришёл сюда съесть банан. Слушай, единственные светлые моменты для меня в этом фильме, это уже упомянутый Майкл Биенна, даже не сам он, но тот факт, что он играет Джон Пантеляно. Единственное, я не выкупил то, что почему, знаешь, вот там есть такой момент в их отношении, да, почему он отчасти предаёт Уэсли Снайпса. Это он хочет доказать ему, что он лучше него. Да. И он якобы считает Уэсли Снайпса своим ментором. Да. И хочет его превзойти. Но для меня это вообще не сработало, потому что я про себя-то знаю, что Майкл Биенн старше, чем Уэсли Снайпс. Именно. Я что-то вообще, не знаю, возможно, я один из первых моментов, где упоминалось менторству, вообще профукал. Да. И я как-то слишком поздно в фильме уловил, что оказывается Уэсли Снайпс его менторил всё это время. В каком смысле он его ментор? Там показывают, что Майкл Биенн в начале фильма вообще сидит в контрол-руме, да, и помогает тому. Там не было такого, что они там напарники и постоянно соперничают друг с другом. Короче, это вообще из ниоткуда, и плюс с двумя чуваками, которые совершенно не похожи вот на дуэт с такой динамикой. На самом деле, если бы Снайпс хотел превзойти своего ментора Майкла Биенн, это ещё было бы правдоподобно, но наоборот, это вообще для меня не сработало. Да. И, наверное, самый светлый момент в этом фильме для меня, это до удивления человек, которого я даже забыл, что он в этом фильме снялся, и вообще, что такой персонаж в этом фильме есть, это актёр Мори Чайкин, который играет агент ФБР, который расследует вот это вот то же самое дело, которому причастен Весли Снайпс. Ты про этого, мужичка Пухлого, да? Такой, который весь очень такой заплывший, и который очень такой шлабер. Блин, он классный мужик в этом фильме. Он для меня самое яркое впечатление, потому что это явно вот актёр, которому дали ни о чёмную роль, и он просто её своей какой-то природной такой харизмой сумел как-то расшевелить и дать какие-то новые краски придать этому образу. Я просто, он когда появился первый раз в кадре, я подумал, блин, какой-то дженерик коп, который будет фигню творить весь фильм. А он берёт и иногда просто сцену себе вытаскивает. Там просто были моменты, да, которые я такой, офигеть, этот чувак реально запоминается, да, потому что он, значит, в первой своей сцене там показывает, что он размешивает сахару в своём кофе своим пальцем. Я такой понял, окей, этот чувак мне уже запомнился, но почти в каждой своей сцене, которые, такие проходные сцене, он умудрялся выкинуть что-то такое. И вообще, его образ и сам персонаж и актёр, не знаю, мне почему-то запомнились. Он даже процитировал смертельное оружие в одном моменте. А, он сказал, я слишком стар для этого дерьма. Когда его, с его напарниками, когда он перевозит Вестер Снайпса, ему устраивают засаду, да, и там кажется, что их всех поубивали, в том числе этого персонажа. А потом оказывается, что, а, он оказывается, был в бронежилете всё это время. Молодец. Не, серьёзно, очень такой приятный персонаж и актёр, который сумел вытащить его вообще не на чём. Ну, тут ещё Дональд Сазерлинд в роли Дональда Сазерлинда. Который, вот это вообще проходной перс. Я такой думаю, ну, Дональд Сазерлинд же в этом фильме что-нибудь сделает важное, он вообще ничего не делает. Он реально, там могли взять вообще кого угодно. Они взяли его реально только ради имени, что у нас есть какой-то престижный актёр, да, на важные роли. И всё на этом было. Денис, скажи, есть какие-то один моменты, которые ты бы хотел упомянуть? Есть один момент, который я хотел обсудить с тобой с точки зрения монтажа либо просто подсветить тебе. Да, давай. Короче, как Уэсли Снэпс разбирается со своим боссом, который выступал самым главным злодеем, типа мастермайндом за всем этим планом, который стоял? Который играет Энн Арчер. Да, короче, он звонит ей из телефонной будки и говорит с ней по телефону и по сути заставляет её скомпрометировать себя. Она там сидит в машине, уверенная, что она в полной безопасности, никто её не прослушает и начинает обсирать китайцев. Китайцы токи, китайцы всё, и она не понимает, что на самом деле на водительском месте сидит китайец с пистолетом. С китайцами лучше так не поступать, и он сразу её убивает. И там сделано так, что Уэсли Снэпс стоит в этой телефонной будке в чёрных очках, в белом таком, не знаю, бадлоне с молнией и в чёрном пиджаке. Да. Он с ней поговорил, и сразу же после этого идёт просто монтажная склейка без, не знаю, без каких-то временных вещей, которые подскажут, сколько времени прошло. Нам сразу же показывают, как Дональд Сазерленд стоит на похоронах этой женщины и рассказывает, ну даёт нам речь. Да. И фишка в том, что из-за вот этой монтажной склейки ты не понимаешь, сколько времени прошло, и тебе единственное, вот этот факт наличия похорон тебе говорит, что прошло сколько-то времени. И Уэсли Снайпс в том же наряде. И Уэсли Снайпс идёт ровно в том же месте в городе, и он идёт в том же самом наряде с теми же самыми очками, я думаю, что за бред, он всё это время ходил по городу, ждал, когда они начнут её хоронить. Нет, на самом деле ты не надооцениваешь скорость организации похорон для госслужащих поднимаешь, и она умирает, и через 5 минут её уже хранят. Этот китайец просто убивает её, заворачивает на кладбище, там Дональд Сажленд уже стоит с речью. Да, ну, она умерла, типа, какой хороший был сотрудник, но это реально он в том же самом наряде. Блин, это великолепно, как ты это почерпнул, я вообще, я это не у меня... Там просто ещё добавить один кадр, да, как он говорит с ней по телефону, выходит из будки и подходит купить хот-дог, и там по телеку... И всё, вот, комедийное золото сразу появится в этой сцене. Я говорю, этот фильм, это ненамеренная комедия про чувака, его напарника, предателя, который не умеет стрелять. И сверхбыстрых похороны работников ООНа. Это реально, это гэг в теле аэроплана какого-нибудь, мне кажется. Потом, в этом фильме есть момент, на котором я воскрикнул прямо на всю комнату. Я не зря смотрю этот фильм, потому что у меня в коллекции прибыло фильмы, где показывают флэшбэк момента, который только что произошёл. Обожаю такое дерьмецо, потому что в этом моменте есть китайцы, которые выходят из туалета и оставляют свою сумку. Да. И через секунду уэсэснэпс вспоминает то, как китайцы выходят из туалета и оставляют свою сумку. Да как в неустоверенном шпионе, да? Going back a long way, да? Я не знаю, я сижу и думаю, всё, я не зря этот фильм посмотрел, пофигу, два часа пролетели, я завестил время к чертям, но вот этот вот комедийный бит со мной надолго останется. Да, да. Но редко такое получается найти в серьёзных фильмах. Угу. Вот. И в детстве я, посмотрев этот фильм, ну, как бы я раздуплил, что Майкл Бьен злодей, что он предал его. Да. Но я забыл, как, по сути, убили Майкла Бьена. И вот этот вот просмотр я начинал вот с такой, по сути, для себя задачей, да, вспомнить и посмотреть на то, как всё-таки Майкла Бьена убили, потому что, по сути, тут два напарника, в его оперативной группе есть, да, женщина ещё, которая там собирала звук, она поставила жучок на этого, премьер, или кто он там, короче, на этого черта. Да. И её тоже очень жёстко убивают. И, по сути, на этих эмоциях Уэсли Снайпс, на этом гневе весь остаток фильма и летит на этой тяге. Я думал, блин, а как они убьют вот его напарника? И это очень смешно, на самом деле, было мной воспринято, не знаю, может быть, это я просто больной притурок, но оказывается, Уэсли Снайпс гнался за убийцей своего напарника, и этим убийцей был сам напарник. Да. И Майкл Убьену приходилось, убегая от Уэсли Снайпса, по рации кричать ему всякие вещи. О, он меня убивает! О, спаси меня! О, спаси меня! И обставлено это всё в первой сцене так, что мы этого не знаем, но по сути фактам ты сидишь, и в голове у меня всё очень смешную ситуацию представляется. То есть, он там бежит, прыгает по лестницам, разбивает стёкла, прячется, и в этот момент он уже разыгрывает спектакль по рации, что типа его убивают, мучают, Уэсли приди, там же был похожий момент, когда Джон Войт в начале фильма он разыгрывает по рации, что его подстрелили, и он падает в канал. А в конце, когда Том Круз выясняет, что Джон Войт предатель, нам там показывается флэшбэк, где реально Джон Войт себе размазывает кровью по телу, кричит в рацию типа спасите меня, я умираю, и падает в канал. Так что вот тебе фильм, который снял Брайан Де Пальма, и фильм, который снял режиссер экстремалов. Тут, наверное, да, просто помножено на то, что все-таки все это время Майкл Бьен бежал от Воси Снайпса и очень хотел скрыться, но ему нужно было продолжать свою легенду того, что он сейчас сдохнет в любой момент. Ну, Майкл Бьен хороший актер. Я не знаю, персонаж его в этом фильме хороший актер или нет, но судя по всему тоже перенял актерский талант. Что-нибудь еще? Да, наверное, замут с жучком был очень смешной, потому что... Какой именно? Жучок, который, по сути, там есть кусок, что Воси Снайпс думает весь фильм, что жучок в азиатке. Да. Потом выясняется, что жучок в нем, и, по сути, его предатели придумали просто гениальнейший план, как нам засадить жучок Воси Снайпса. В задницу. Я просто пойду с ним поиграю в баскетбол и кину его на бетон так, чтобы расшибить ему плечо. Это тогда произошло, да, когда они с Бьеном играют в баскетбол. То есть, я прямо представлю, как они разрабатывают план, такой, короче, ты вот здесь вот пасуешь ему сюда, забиваешь трех очков, и потом, короче, подсекаешь, и он падает. Понял? Понял. Блин, такие два агента ЦРУ, которые на досуге играют в баскетбол. Слушай, а если он не будет сегодня играть в баскетбол? Ну, все, тогда я не знаю, что делать. Черт подери, вот, допустим, доминацию Китая в мировом рынке, ладно, видимо, придется сыграть баскетбол с ними. Кстати, ты увидел, точнее, ты узнала, нет, эту актрису, которая играет, вот эту вот начальницу, злодейку? Я не у знакомое лицо, подожди. Нет, нет. Просто ты мне недавно на эпизоде по «Бегущему человеку» рассказывал, что там одна из актрис... Там одна из актрис была мамой Чарли, да? О боже! А вот эта актриса это мама Денниса Иди из Филадельфи Вседосолнечной. Блин, мы должны были это с супругой выкупить, но ладно, ты мне вернул должок. Молодец. Я не знаю, досмотрел ли ты до этого момента или нет, но она же умирает, в каком-то сезоне. Спасибо за спойлер. Ладно. А, подожди. Нет, я знаю. Мне кажется, ты уже должен был это знать. Да-да, я знаю. Да, та самая мама Рейнольдсов из Филадельфи Вседосолнечной. Блин, я думаю, знакомое лицо. Да-да. Слушай, у меня еще такой вопрос. Я в этом не разбираюсь, конечно же, я не медицинский работник и все дела. Но смотри, вот в открывающей экшн-сцене Уэсли Снайпса ранят в плечо из пистолета. Да. Потом происходит таймкат и проходит шесть месяцев. Да. И у него, судя по виду, рана до сих пор такая более-менее открытая, там такая воспаленная даже местами и до сих пор так его в общем уязвляет. Это так правда бывает, что ли? Мне кажется, за шесть месяцев там пулевое ранение такое несерьезное должно было зажить намного лучше. Оно там прямо кровоточит и ему там мешает в баскетбол играть и все дела. Это хрень полнейшая мешает. Это хрень полнейшая, да, я так и понял. Потому что это, я не знаю, за шесть месяцев реально неужели было трудно об этом подумать на моменте постпродакшна. Им реально нужно было брать вот эту вот строчку с текстом с экрана и ничего бы не сломалось в фильме. Просто ладно бы они там сделали по сюжету, что это ему нанесло какое-нибудь там ранение, что у него теперь плечо все время борет. Но нет, они через шесть месяцев оставили такую открытую рану, которая до сих пор воспалена и все очень кровоточит. Шесть месяцев, блин, вы серьезно считаете нас полнейшими идиотами. Возможно. Все шесть месяцев они играли с Майклом Бьенном, он бросал его на этот бетон. Да. И они ждали, когда же начнется операция. У него не было времени отдохнуть, да, все время операции постоянно шевелил этой раной. Понятно. Денис, ты будешь пересматривать искусство военное? Никогда в жизни больше. Мне кажется, ты лукавишь, потому что ты этот просмотр, ты явно проявил себя более внимательным, зрительным, чем я, хотя тебе он дался еще труднее, чем мне. Я ненавижу этот фильм теперь. Ладно, я тоже, конечно же, не буду пересматривать только эти с комментариев. Да, ты хочешь послушать Кристиана Дугеев? Я его послушал скорее экстремалов в его переводе сейчас. Да, не в переводе, а с комментариями. Я, конечно же, тоже не буду пересматривать искусство войны, этот фильм очень по заслугам забыт, и мы сейчас объясняли, почему именно так произошло. Ну что же, Денис, давай тогда перевернем эту страницу и закроем Wesley P.D. Опять же, возвращаясь к этой мысли и к оценке фильма искусства войны, все-таки, да, этот фильм он очень показателен в плане того, чем занимался Wesley Snipes в те времена, и все-таки это очень-очень большой показатель спада его карьеры. Вот опять же, экшн-звезда в жанре, который испаряется потихонечку в нулевый, и это явно такой выхлоп с тех времен, который оказался никому не нужен, и который еще плохо снят к тому же. Да. То есть, мне кажется, что вот после того, как Wesley Snipes начал осознавать, что он как бы становится неактуален, в плане экшн, он пытался переформатироваться обратно в драму, но с ним случилась вот эта история про уплату налогов, точнее, неуплату их, и он сел в тюрьму в 2009-м, кажется, в году, да, и это, мне кажется, очень сильно подпортило его репутацию. Наверное, после этого было трудно убеждать людей с ним работать, очень-очень жалко. Ты помнишь те времена, когда Wesley Snipes садился в тюрьму? Ты какие эмоции испытывал по этому поводу? Я к тому моменту уже немножечко был как-то пост Искусство Войны, не знаю, короче, уже человек... Пост Блэйд 3, да. Да-да-да, человек, который посмотрел Искусство Войны и Блэйд 3, и поэтому такой, ну, ладно, короче, я типа сильно его потерю не ощущу на себе, да, потому что по сути единственный франчайзер, который вызывал мне интерес, он уже загубился. Вот. Искусство Войны 2 я не смотрел, чтобы ждать третью часть и горевать, что они заменили там главного героя на другого актера. Поэтому для меня это уже был спад, и для меня просто это было как, ну, какие-то там, не знаю, терки происходят в реальной жизни у актера, и пофигу. Я уже не надеялся ни на какой камбэк, я думал, типа, ну, сейчас закроют его как-нибудь, и он уже, скорее всего, не вернется там к актерской работе. Типа, Блэйд для меня закончился на второй части, и как бы спасибо хотя бы на этом. Спасибо хотя бы за эти два фильма, которые навсегда с нами останутся. Ну, для меня, наверное, последнее явление той эпохи карьеры Уэсли Снайпса всё-таки это бруклинские полицейские. Которые я не смотрел. Этот фильм много кто не смотрел, это почему-то такое подзабытое и недосмотренное кино многими, но я этот фильм посмотрел, он мне, в принципе, понравился, и Уэсли Снайпс там неплохая роль, и вот это был, по-моему, последний фильм, в котором он снялся перед посадкой в тюрьму. Я рад, что у него было хотя бы такое последнее слово, что Антуан Фукуа всё-таки его куда-то вытащил в более или менее нестыдное произведение. Но, конечно же, последний фильм, который мы тогда смотрели, вот из этой эпохи карьеры, мне кажется, все коллективные, это Блэйд 3. Денис, вот скажи, ты этот фильм смотрел больше, чем я. Какие ты можешь, не знаю, слова в адрес этого фильма сейчас сказать. Это знаменитое дерьмовое кино, я его даже пересматривать не хотел, даже ради подкаста, поэтому не удивляйтесь. Ты можешь что-нибудь сказать на это, чё? Я, блин, помню, что с первого же просмотра в детстве я понял, насколько уровень всего упал в этой франшизе, то есть, я сразу понял, насколько мне нравится первый фильм, блин, и насколько он ценен для меня, потому что он был не похож на третий. Я понял, что вот оно дно, потому что до этого по сути было два фильма, второй был этот, который я обожал, и думал, ну первый, типа, ну его такой, младший брат, который как бы, ну не ок. Вот, и типа, первый Блэд был дном этой франшизы, и потом типа, дно было пробито, и я понимаю, ооо, да на контрасте с третьей частью, типа, оба фильма первых, это просто произведение искусства. Я уже тогда, не знаю, без какой-то большой насмотренности ощутил всю дерьмовость третьей части, и с тех пор, как бы, я, наверное, его, ну вот, по телеку пару раз ловил, конечно же, улавливал и смотрел некоторые мемные моменты, да, которые просто на ютубе сейчас с многомиллионами просмотров висят, с тобой, типа, обсуждали пару моментов прикольных, прикольных с точки зрения мемности и забавности, они не делают комплименты, фильм от этого крутым не становится, вот, просто личность самого Гойера, да, как режиссера, и как человека, который все еще появляется в кредитах, в фильмах, заставлял, типа, думать об этом фильме, и понимать, о, блин, человек, который, по сути, родил франшизу и сам ее загубил, да, вот, но я помню, что мне в самом начале фильма там был лучик такой надежды, потому что фильм, сам начинается с того, что Блэйд, наконец-таки, встречается с последствиями своих вот этих вот бездумных действий, да, что, как бы, там, по сути, он убивает людей, а не вампиров, его садят в тюрьму, типа, да, и я такой думаю, блин, офигеть, это же классная тема, что, наконец-таки, реальный мир начал взаимодействовать с Блэйдом, как они с этим разберутся, да никак, блин, придет Дракула, и всех опять начнет кошмарить. Придет Райан Рейнольдс вытащить Блэйды из тюрячки, и на этом закроется вся эта тема. Да? Да. Ну, слушай, я помню, что в детстве, когда я смотрел Блэйда 3, я не осознал вот этого падения качества, я просто посмотрел, только подумал, ну, ок, и забыл об этом фильме, то есть вообще как-то не стал сравнивать его с предыдущими частями, я подумал, ну, фильм как фильм, Блэйд 3 как Блэйд 3, и я с тех пор его ни разу не пересматривал, но я помню, что несколько лет спустя ты посмотрел его уже в хорошем качестве внимательно, и рассказал мне в красках, описал какой-то это кусок дерьма, и с тех пор я такой понял, ну, видимо, Блэйд 3 и правда кусок дерьма, и судя по тому, что я там видел кусками, это и правда кусок дерьма. Блэйды, вот как я уже говорил в эпизодах по ним, они все-таки зависят от реализации для меня, да, и качества реализации их, не в сюжетах все-таки, а вот насколько круто они сняты, и Блэйд 3 снят очень плохо, судя по тому, что я помню, и там, кстати, сложилось так, что вот Снайпс был против того, чтобы Гойер садился в кресло режиссера, да, то есть в качестве сценариста он его устраивал, да, вот ты там слушал их комментарии, вроде бы они ладили друг с другом, но как только Гойер сел в кресло режиссера, Снайпс очень сильно, в общем, был против этого, и по слухам, с ним вот на съемках этого фильма было очень трудно работать, и я не знаю, в курсе это или нет, но вот актер Пэттен Освайт, который снимался в Блэйде 3, он много потом рассказывал всяких историй со съемочной площадки Блэйда 3. Кажется, это он, точнее, кусок с ним, где-то я увидел в каком-то ролике, да, где он рассказал про эти офигенные CG открытые глаза у Снайпса. И это, да, и что Весли Снайпс постоянно сидел там у себя в трейлере, курил траву, на съемках не выходил работать, не выходил сниматься, и поэтому там 50% его сцен было снято с его дублером, и они там вставляли потом его на компьютерной графике, что Весли Снайпс общался с режиссером только с помощью записок, который подписывал как Блэйд, да, все это завирусилось потом с подачи именно Пэттена Освальда и с его офигительных историй со съемочной площадки. Но знаешь, пару лет назад Весли Снайпс давал интервью, где он отрицал большую часть этих фактов. Не фактов, а слухов, да. И знаешь, я вот раньше смеялся над этими историями, а теперь считаю, что на самом деле со стороны Пэттена Освальда это было не совсем профессионально, вот так вот распространяют слухи о своей со-звезде, со-актере на площадке фильма. Возможно. Потому что, опять же, Весли Снайпс сейчас пытается восстановить свою репутацию, да, и эти истории ему явно не помогают. Ну смотри, когда Джаред Леттон начнет пытаться восстановить свою репутацию, и он скажет, все слухи про то, что я подкидывал крыс своим чувакам, это все слухи, тебе придется встать на его сторону. Понимаешь, у Джареда Летт и так нет никакой репутации. Никто его не любит, и в фильме с ним полное говно последнее время, и сам он хреново играет, и тем не менее ему продолжают давать роли. То есть, все знают, что у него есть секта, что он предводитель своей секты, все знают, что он отвратительно ведет себя на съемочных площадках, что он там присылает крыс своим со-актерам, что он на съемках Морбиуса реально притворялся инвалидом, и что его приходилось таскать туда-сюда, как Дэниела Дэй Льюиса. И тем не менее, ему все равно продолжают давать новые роли. Почему? Для меня это загадка. В чем секрет популярности Джареда Летта? Для меня это как был секрет, там он и остается. Но зато Восли Снайпсу из-за этих услугов ему до сих пор не дают нормальные роли. Вот спасибо тебе Пэттен Освальд по серии. Ты же смотрел Далимайт, у него там большая роль или нет? Сейчас до этого доберемся. Я просто хотел сказать, что наш Блейд 3 это, наверное, худший фильм из тех, что мне реально не нравится, но который я все равно люблю цитировать на ежедневной основе. Обожаю его цитировать. Потому что вот эта вот фраза, когда Дракула в финальной битве говорит Блейду, Блейд, готовь к смерти? И он ему отмечает что? Я рожден готовым мазафаку. И Дракула говорит мазафака мне нравится. Блин, это золото просто. Это просто золото. Я причем готов цитировать все три фразы из этого диалога, понимаешь, и про мазафаку, и про то, что нравится, и про то, что готов рожден. Блин, это просто офигенный момент, на самом деле. Действия я его не выкупил, но потом он через мемы до меня добрался и остался навсегда. Но момент, который я еще в первый просмотр утащил с собой, как ужасно кринжово-мемный, но который я все равно оставлю с собой, это то, как Джессика Билл составляла плейлист для драки. И она там врубает эту музыку и начинает шеи вот так вот двигать вперед-назад-вперед-назад. Слушай, мы с тобой говорили неделю назад, что вот Блейд 2, он реально такой очень намеренно формализированный и происходит как будто бы в каком-то другом мире. Не путать с франшизой другой мир, который хреновая версия Блейда 2. А вот Блейд 3, мне кажется, я нащупал его проблему в том, что он слишком сильно происходит в нашем мире. Его недостаточно стилизовывают, потому что там есть много сцен, которые происходят при дневном свете, что абсолютно кошмарят всю атмосферу. И он вообще такой намеренно, какой-то бытовой и вообще бессилевой и очень-очень дерьмовый. Так что да, вот наш подкаст по Блейду 3 только что случилось, тогда можно целый эпизод было наделать. Ну и блин, Миша, надо все-таки рассказать, раз уж мы про Блейду 3 говорим, это нужно увековечить, что мы с тобой смотрели первый раз Блейда 3 в плохом качестве. Да. У нас, кажется, это была DVD-ха. Да, ты у какого-то своего дружбана взял. Да, DVD в плохом качестве с плохим переводом. Там был человек, который, судя по всему, переводил на ходу все это, вот им просто показывали фильм, он прям переводил сразу на лету. Я только что вспомнил про это дерьмо, боже, как я мог забыть. Короче, фильм открывается сценой, которая происходит в сирийской пустыне. Это прям... Так, сейчас я соберусь. Блин. Первая сцена происходит в сирийской пустыне. Фильм открывается таким большим панорамным кадром, куда влетает вертолет, насколько я помню, и типа субтитр такой подписан, сирийская пустыня. По-английски Сириан Дезерт. И этот чел, волнуясь, переводя типа на ходу, говорит в главной роли Сириан Дезерт. Странно, да, мы потом больше ни в одном фильме этого актера не видели. Что-то в Плейд 3 загубил карьеру великого актера Сириана Дезерт. Ой, блин. Короче, я помню, тогда сижу, думаю, это что, псевдоним после снайпса, или это какой-то чел, который больше после снайпса, который запихнули впервые. Я не знаю, мне очень долго время понадобилось, чтобы выкурить, что это, оказывается, сирийская пустыня, а не Сириан Дезерт. Ай, блин. Сириан Дезерт. Блин, я скучаю по этим временам, потому что сейчас у меня все в доступе смотреть в оригинале, да, но тогда реально можно было наткнуться на такие первые, типа Сириан Дезерт. И того перевода, помнишь, первого карателя с Томасом Джейном, где там во время остросюжетной сцены, где жена карателя и его сын убегают от злодеев, и сын говорит, мам, нам туда надо. Блин, Сириан Дезерт, о, господи. В главной роли снялся и пропал потом, настолько плохой, блин, в Блэйдре оказался. А это не Сириан Дезерт в Дэдпуле снимался потом, нет? О, господи. Ты знаешь, как этот, есть же псевдоним режиссера, да, как он, Уолтер Митти? Аллан Смитти. Ты сказала Уолтер Митти? Да. Невероятное путешествие Аллана Смитти с Беном Стивером в главной роли. Всё, завязывать, Миша. Я тут сейчас умру. Я не могу. О, господи, давай обсудим перспективы возвращения Весли Снайпса потому что, если что, я не знаю, замечал ты это или нет, но Весли Снайпс активно над этим работает, потому что, во-первых, вот в этой посттюремной эпохе карьеры Весли Снайпса, да, во-первых, были Неудержимые три. Да. Ты смотрел этот фильм, нет? Нет. Ну, если что, это ужасно дерьмовый фильм, наверное, худший фильм из серии Неудержимые. Поэтому я его не смотрел. Да. И Весли Снайпс там один из трёх светлых пятен. Насколько у него там большая роль? Очень-очень скромная. А, окей. Но там в этом фильме было, по-моему, три светлых пятна. Это Антонио Бандерас, Мел Гибсон, вроде бы злодея, и, собственно, Весли Снайпс, которого, вот, какая хохма, да, они в начале фильма вытаскивают его из тюрьмы, устраивают ему побег. А-а-а, понял, да? Очень-очень остроумно. К сожалению, этой энергии остроумности они не смогли соблюсти весь фильм, главный вот его посмотреть в начале, и на этом было всё. Я думал, что вот после «Неудержимых 3», возможно, там будет что-то поактивнее в его карьере, но было затишье опять. Ты знаешь, вот по фильму «Реальные упыри» Тайка Вайтити, есть же сериал, да? Да. «Чем мы заняты в тени». Если что, у Весли Снайпса в первом сезоне, насколько я знаю, было очень-очень забавное камео там. Он там сыграл одного из старейшин вампиров. Блин, я смотрю, у него в этой фильмографии этот персонаж написан как Уэсли. Да, я помню, я смотрел только один сезон этого сериала, я не знаю, может быть, он ещё появляется, но я помню, в конце первого сезона там появляются вот эти вот старейшины вампиров, и там несколько знаменитостей появляются в этих ролях, я забыл, кто остальные, но Уэсли Снайпс один из них, и ты понимаешь, он же Блэйд, а он играет вампира. А, смешно. Но до сих пор, наверное, моим любимым фильмом из этой поздней «Меня зовут Далимайт», биографический фильм про того актёра, который «Крёстный отец диско», как его зовут, я чуть забываю сейчас. Его зовут Руди, Руди Руди... Руди Рэймур, вот. Руди Рэймур. Который из тех миметичных фильмов, да, там «Крёстный отец диско», Далимайт и все, все и же с ними. Это там главную роль играет Эдди Мерфи, а Уэсли Снайпс играет режиссёра, который снимает эти фильмы чудаковатые с Руди Рэймуром. Очень классный фильм, Уэсли Снайпс там просто отжёг, и до сих пор его лучшая роль вот этой вот посттюремной эпохи. Так что рекомендую всем посмотреть, кто заинтересован в карьере Снайпса. И я так понимаю, ты до сих пор не смотрел, да? Да, не смотрел. Ну и потом эта же самая команда сняла чуть менее удачный фильм «Поездка в Америку 2», там тоже Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс снялся. Я не смотрел до сих пор, но я раз, что хоть кто-то подбрасывает неплохую работу Снайпсу сейчас. Знаешь, я читал про вообще, что Вэсли Снайпс там готовит в своей карьере, да, какие мысли у него на данный момент. И вот пару лет назад выходило с ним такое интересное интервью, где он рассказал, что он до сих пор мечтает снять боепик по Джеймсу Брауну, который они разрабатывали со Спайком Ли. Знаешь, если это случится, то это будет вообще лёгкая номинация на Оскар. Потому что музыкальные боепики, они сейчас на подъёме, в принципе, как и всегда. И это самый лёгкий способ загробастать себе номинацию на Оскар, это сыграть какого-то известного певца. Ну да. Поэтому я надеюсь, этот проект всё-таки случится. И Вэсли Снайпс в роли Джеймса Брауна звучит как гениальная затея. Денис, скажи, ты ждёшь лучших фильмов и лучших ролей для нашего парня Уэсли? Ну, по сути, я немножечко пропустил вот это вот его возвращение, да. Оно ещё не совсем случилось, но что-то там закипает. Да, но, судя по твоим словам, он всё ещё умеет, там, не знаю, отжигать. Да. Немного в другом амплуа получается, да. Это уже не Блэйд, и как бы эту страницу нужно уже забывать и отпускать. Да. И просто наслаждаться уже, по сути, Вэсли, который ловит кайф, да, и там, не знаю, дурачится. Ну, знаешь, Вэсли Снайпс не так старт, да, ему всего 60 лет. И если какой-то там Лиэм Ниссон до сих пор там снимается в боевиках, то что-нибудь такое я бы ещё посмотрел с Вэсли Снайпсом, потому что он до сих пор в отличной форме. Какого-нибудь реально персонажа, который не будет играть какого-то молодого чела, да? Да. А вот реально агента или какого-нибудь экшн-героя на старости. Он примет в себя вот этот амплуа чувака, которому 60 лет, но он всё ещё может надрать задницу. Вэсли Снайпсу нужен свой Логан, короче. Да. И мы его ждём. И знаешь, пару лет назад казалось, что для Фрейзера это такая заоблачная перспектива, что это не скоро случится. У Кейджа там уже начиналось, так что мне кажется, что вот дайте ещё пару лет и мы ещё услышим о парне нашем Вэсли. Надеюсь, мы ещё увидим его в достойных ролях и достойных фильмах. Потому что, знаешь, Вэсли Ниссанс, я не знаю, самый большой вывод, который я делаю для себя в этом марафоне, что всё-таки он этого заслуживает и мы все его ждём коллективно. Какие-нибудь финальные слова хочешь сказать насчёт этого марафона? Да, слушай, наверное, конечно, постфактум, я скажу, что не зря его затеяли. Пускай, типа, закончили на супер коричневой ноте, но пассажир 57 для меня прям открытие этого марафона. Я, короче, банально даже за него уже благодарен. Да, спасибо за пассажир 57. Ну что ж, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, нас спросили, вы не заметили, вот в пассажире 57, к слову, у Лиз Хёрли другой нос. Я не знаю, о чём речь. Я на такое не обращаю внимания, извините. Типа, скорее всего, речь о том, что она потом сделала операцию себе, да? Да, и я, если что, посмотрел какую-то информацию из её личной жизни, ничего конкретного на эту тему не нашёл, одни спекуляции. Не знаю, может быть да, может быть нет, не знаю, нафига ей, даже если это и было, нафига ей было делать это, потому что она как в пассажире была красивой, так она осталась красивой, хотя ей уже под полтинник, но она до сих пор очень хорошая форма. Да, может быть как раз-таки вот эта вот разница в форме носа и заставила меня первые там минут 10 сомневаться, Лиз Хёрли это или нет. А, то я ещё думал, это она вообще нет. Да, да. Денис, расскажи нам, что ты смотришь? Я посмотрел нового хищника, который не хищник, который прей, добыча. Добыча, да. Да, вот. Я тоже. Посмотрел его сразу же после Искусства войны, потому что мне нужно было что-то нормальное посмотреть. Я не мог ложиться спать вот с этим послевкусием. Я понял, что, блин, вот этот фильм, короче, сейчас должен быть моей спасительной таблеткой. И, может быть, на контрасте с Искусством войны, может быть, ещё что, но я дико кайфанул с этого фильма. Да. Может, просто из-за того состояния, в котором франшиза сейчас находится, до этого фильма находилась. Да. Франшиза у меня одна из любимых, я типа дико обожаю старые фильмы по хищнику, я всегда с большим энтузиазмом, с большой надеждой жду новые какие-то версии, да, пускай даже супертрышовые уже на стадии какого-то продакшена. Погоди, ты фанат франшизы или ты фанат первого фильма «Хищник»? Я фанат первого фильма «Хищник», но его любви хватает настолько, что даже там воспринимать новые анонсы у меня удаётся с энтузиазмом. Потому что для меня, помимо первого «Хищника», все остальные, ну, плюс-минус одинаковые. Да, я типа, ну, смотри, у меня первый стоит особняком вообще. Да. Постоял, типа. Второй, я любил чисто ностальгически, я как бы очень любил его пересмотреть в детстве, и даже сейчас как бы не прочего пересмотреть, просто из-за того, что этот фильм там большой кусок моего детства занимал. И там, не знаю, Дэнни Гловер всё-таки отжигает в куче мест, там, не знаю, есть Билл Пэкстон и всё такое, есть суперкриповая ямайская тематика. Да, за Дэнни Гловера большое спасибо, что именно он главный ролик. Вот, короче, да, ничего против второго Хищника не имею. Потом начинал всякая чехарда, которая просто существует и, не знаю, оправдана только тем, что есть вот офигенный фундамент, возведённый Арни, да, и ребятами, которые просто сделали этого монстра в первом фильме. Ладно, хот-тейк, я считаю, что Хищники с Адрином Броуди лучше Хищника 2. Я вот его давным-давно не смотрел, поэтому прям сформировать точного мнения не могу. Я помню, что в кинотеатре я один раз его посмотрел, мне понравилось. Единственная проблема в том, что там главные роли Эдриан Броуди, понимаешь, вот если бы в Хищниках снялся главные роли Дэнни Гловер, да, это было бы идеальный фильм, он был бы даже, возможно, не хуже, чем первый, но Эдриан Броуди всё испортил в том фильме. Вот, по сути, тот запал, который был в первом фильме, он даже позволил мне, там, не знаю, в своё время после Хищников, Хищник, как он называл, Хищник Шейна Блэка, да? Хищник Шейна Блэка, да, он так называется. Это был просто Хищник. Даже после его просмотра так пожать плечами и сказать, ну, орк, ну, ладно, типа, пофигу, это ж Хищник. Хотя фильм, типа, ну, на бумаге, по слагам, если его разобрать, ну, не очень хороший фильм. О, да. Вот, и тут я прям, не знаю, очень был рад тому, что хорошие оценки подъехали, я понял, что всё, надо смотреть, сразу же его влепил после Искусства войны и так кайфанул, господи. Оно такое, не знаю, натянутое, как вот тетивас, это, лук, да, оно очень жёсткое кино, оно очень, не знаю, скомпонованное, очень тесно. Прямолинейное. Прямолинейное, очень быстрое, не знаю, короткое, полтора часа всего идёт. Никаких лишних вообще вещей нету, просто Хищник с первых моментов там прилетает на землю, всё, погнал, охотится от меньшего до великого. Да. Вот, и вся эта тема с противостоянием с какой-то инопланетной тварью вот в новом антураже мне вообще на ура зашла. Режиссура крепкая, я немножечко с опаской отнёсся к комментам, как только, короче, на агрегаторах начали появляться рецензии, наши некоторые русские профильные сайты начали, типа, какие-то выжимки давать и запихивать их в эти заголовки. И там было написано, что фильм вышел крепкий, классный, но они пережали с повесткой. Я такой думаю, блин, если это выжимки из западных ресурсов, если там жалуются на повестку, то, блин, там, наверное, слишком сильно пережали. Ну, я со своей колокольни сейчас сужу, мне вообще нормально всё это зашло. Нифига подобного там нету, там всё реально по делу, всё работает на сюжет, оно всё хорошо вписано в общую канву и никаких, не знаю, рвотных позывов или отторжений вообще не было на этом фильме. Понимаешь, вот, я не знаю, где ты всё это и видел, да, но вот люди, которые, которые ставят вот такие заголовки, да, выносят их, они берут только те заголовки, которые им выгодны. Да, 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 я понял просто по итогу, что это кликбейт и, по сути, они, скорее всего, нашли одну какую-то отрицательную рецензию, да, и вынесли это в заголовок, просто чтобы люди, ну, по сути, апеллировать к той публике, на которой они рассчитаны. Я просто, возможно, кто-то ещё, как и я, немножечко начал беспокоиться, ничего подобного, как бы. Они не вышли ни за какие рамки, всё по делу, всё очень круто. Блин, индийцы в этом фильме очень крутые. Ты сказал индийцы? Индейцы, это сорян, я из-за того, что, я, к слову, пока мы в рубрике, что я смотрю, я за эту неделю два раза посмотрел «Арарар». Я видел, я такой, какого хрена происходит? Да, я уже два раза его посмотрел, короче, вот, индейцы в этом фильме очень крутые. Коренные американцы. Ещё, блин, я по трейлеру совершенно не понял, ну, они молодцы, что не палили, что будет ещё заворот в сторону этих французов, их они вообще не запалили, но это было очень круто. Короче, советую фильм всем любителям хищника, всё очень кроваво, всё очень жёстко, всё очень довольно-таки олдскульно. Если что, они даже не индейцы, а коренные американцы, да. 500 по СССРу 57 ничему так и не нужно. Ты надоел. Я, чему я надоел? Говорить правильные вещи? Да. Ну, ты, Денис, явно, ты правильно подписан на все те вещи, которые тебе эти рецензии, короче, приносили. Да. Мне тоже понравилась, понравилась добыча, крепкий фильм. Мне вторая половина понравилась больше, чем первая. Я вот этот билдап, я такой, ну, ладно, что-то происходит, вроде бы неплохое, но как только этот фильм удаляет по газам, там всё очень-очень хорошо. И Эмбер Митт Сандер, очень крутая тётка, я не знаю, у меня были сомнения по поводу того, как я буду воспринимать её там в роли экшн-звезды, но она, она справилась в разы круче, чем Эдриан Броуди. Вот, серьёзно, по сравнению с ним, она вообще в разы более убительная. Не, она вообще крутая, она, единственное, что меня немножечко дистурбило на протяжении всего фильма, что она дико похожа на Обриплазу. Я в этом всём фильме видел, типа, ну, не шизанутую Обриплазу, по сути, которую умеют в экшн. Не смотрел вы сериал Легион, да? Нет. Там снимается и Эмбер Митт Тандер, и Обриплаза. Серьёзно? Да, я её оттуда и узнал первый раз. Посмотри Легион, Денис, чтобы у тебя ещё больше вопросов появилось по поводу где кто вообще. Окей. Так, у меня, у меня вообще выдалась насыщенная кинонеделя, я не знаю, видел ты или нет. Но, я тут узнал, что, оказывается, некоторые кинотеатры в нашем городе устроили какую-то акцию. Да, я видел, ты решил сразу воспользоваться всеми акциями. И, они просто взяли и начали показывать, без прокатного удостоверения те новинки кинопроката, которые у нас неофициально разрешены. Я сначала увидел такой, думаю, какого хрена происходит и почему я об этом узнаю только сейчас. И, в общем, я начал в этом разбираться, такой, пошёл на сайты этих кинотеатров, смотрю, такой, да, реально, можно пойти купить билет на Тора, Любовь и Гром и Мэверика. Я такой, думаю, что происходит вообще? Такой, ну, надо же сходить, да, какая разница? Какая разница, что эти кинотеатры, они находятся от меня в заднице мира, да, что мне придётся полдня туда ехать и полдня возвращаться. Такой, если у меня есть возможность их посмотреть, это надо посмотреть. И собираюсь покупать билеты на Тора 4. Я точно сейчас не приеду в какой-то кинотеатр, да, в какой-то подворотне и там подойдёт ко мне какой-то кассет такой, эй, пацан, тебе хочешь дозу Тора 4? Само точно этого не случится. Я захожу на сайт, короче, на социальные сети этих кинотеатров, смотрю, реально у них там висит акция по поводу того, что у них показываются вот эти фильмы. Там в комментах спрашивают, а откуда у вас прокатные копии для показа? И там администратор отвечает, мы бы в личных интересах не разглашали бы эту информацию. Так что у меня сложилось такое впечатление, что они, видимо, из стран СНГ каким-то образом добывают эти прокатные копии, да, у своих дружбанов и показывают таким образом у нас в дубляже и в хорошем качестве. Вот дожили, да. При том, что они делают это абсолютно незаконно, да, но я, как зритель, ничего особо не нарушаю, потому что я просто прихожу посмотреть фильм. И, в общем, я пополностью эксплуатировал это явление, и я посмотрел Тор, Любовь и Гром, который нормальный, еще один фильм Марвел. Воспринимайте это так, как хотите, потому что на данный момент это все, что вам надо знать о новом фильме Марвел, да, что это очередной фильм. Марвел не шагу в сторону никуда. Но, на самом деле, самое яркое впечатление за всю неделю, кино впечатление, это все-таки поход на Top Gun Maverick. Чувак, я не знаю, что ты слышал про этот фильм, но все, что ты о нем слышал, правда, этот фильм это просто топ. Они каким-то образом заставили меня чувствовать ностальгию по фильму, который мне даже особо-то не нравится, да, этот первый Top Gun и заставили меня наслаждаться сиквелом к фильму, который мне особо-то не нравится, но это просто, этот фильм, боже мой, это просто топчик. Это, короче, это Логан Тома Круза. А нужно смотреть первый фильм для того, чтобы насладиться этим? Чувак, там не надо, короче, не смотреть первый фильм, не даже любить его, чтобы насладиться сиквелом, потому что этот Top Gun Maverick, он лучше, чем первый Top Gun просто по всем фронтам и это просто суперкрутое кино, которое я очень рад, что я посмотрел его на большом экране. Если что, и так, с этой сфоти продолжается, поэтому, если у вас есть возможность, то, не знаю, съездите, посмотрите этот фильм в питерских или массовских кинотеатрах, потому что это реально, это надо видеть на большом экране, я никогда не видел экшена, который снят вот так вот в мейнстримном фильме, потому что это реально вживую снятые полеты на джетах, это очень круто, и они не просто сняты, они как-то срежиссированы там под вот то, что происходит в фильме. В общем, этот фильм просто топ, и сюжет там классный, актерский состав классный, я вообще это, я просто в восторге от Top Gun Maverick'a, и должен съесть свою шляпу перед Джосефом Косински, которого я считал недорежиссером, после того, как мне не сильно понравились его Tron Legacy и Oblivion, но нет, этот чувак рулит, он знает, что он делает, и я бы очень хотел, чтобы он вот эту вот энергию все-таки в работе над сюжетами, персонажами и актерами все-таки привнес и в свои ранние работы Tron Legacy и Oblivion, чтобы они еще лучше были бы, чем они есть на самом деле. Но они тоже были неплохие, особенно в этой респективе, так что Джосеф Косински, он мое сердце и уважение завоевал, так что большой-большой респект. Денис, я так понимаю, ты тоже будешь смотреть Top Gun Maverick, ну, не знаю, дома там или, может, в кино сходишь. Да, я очень хочу его посмотреть, потому что слышал ровно то же самое, что ты говоришь про него, то, что это отвал башки, и надо просто бежать смотреть, но ты просто, ну, последний, по сути, гвоздь забил в крышку гроба мою. Не знаю, зачем я здесь эту метафору выбрал, но да. Да, это последняя капля, скажем. Да, да, да. Да, Top Gun Maverick, на удивление, крутой фильм. Даже если вы не смотрели или не сильно любите первый Top Gun. То есть ты что знаешь про первый Top Gun, кстати? Я знаю только, что там есть самолеты, есть мемная сцена с волейболом, и все. А еще в конце фраза, можешь быть моим вторым пилотом, когда хочешь. Да, и это же в этом фильме I feel the need, the need for speed. I feel the need, the need for speed. А ты знаешь, что там у Тома Круза есть по сюжету дружбан, который не доживает до конца? Ну, спасибо. Ну, это единственное, что надо знать из первого фильма, что у Тома Круза там есть дружбан-гусь, который погибает в середине. Ну, это этот, Велл Килмер? Нет. Нет? Нет, Велл Килмер там играет главного злодея, антагониста, типа, который весь фильм собачится с Томом Крузом. А дружбана играет Энтони Эдвердс из скорой помощи. И в конце там весь катарсис происходит, потому что Том Круз, Мэверик, и Айсман, которого играет Велл Килмер, они становятся дружбанами. И, эй, ты можешь быть моим вторым пилотом, когда хочешь, чувак. Фигня. Ты можешь быть моим. Ты-ды-ды. Да, так что я не знаю. Можешь не смотреть Топ Ганн, просто посмотреть сразу вторую часть. Вот и всё. Там, кстати, даже вставляются кадры из первой части, чтобы напомнить, что произошло. тем, кто не смотрел, так что вообще влевку. Так, ребята, у нас объявление небольшое. Значит, на следующей неделе у нас будет перерыв вещаний всего на один день, то есть на одну неделю. Но мы вернёмся уже через неделю после этого, то есть в сентябре у нас будет первый эпизод, 6 сентября. Извините, у нас тут по личной ситуации такие, в общем, перерывы небольшие. Но не скучайте по нам, мы немножечко передохнём и к вам вернёмся. И в первом эпизоде, после перерыва, в первом эпизоде сентября, Денис, ты мне скажешь, а жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, ты жареных гвоздей не хочешь? Нет. Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами через две недели. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Спасибо, до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok